Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала Дачные Записки. Сегодня вот решил снять ролик, посвященный рецепту мыловарень. Дело в том, что есть у меня ролик тому, как я готовлю мыло, но очень много было рецензий о том, что очень долгий, очень нудный и якобы так и не узнали, что же за рецепт я там использовал. На самом деле рецепт есть в ходе ролика, но действительно ролик очень длинный. Решил снять кратенько и рассказать о рецепте, который я применяю. Значит сегодня мы будем готовить с помощью говяжьего жира. Вот он растопленный. На самом деле рецепт, который я применяю, я использую в качестве методики для изготовления мыла из любых видов жира, как то свиной жир, куриный жир, утийный жир, кроличий жир, там не знаю, кабана, лося, кого хотите, значит, вплоть до медведя. Механизм прост и вот один и тот же рецепт я использую для приготовления любых видов мыла. Вы можете конечно пойти более простым путем набрать в интернете мыльный калькулятор, но их там штук 20 и в принципе более-менее порядочные калькуляторы, не выставленные из пальцев, выдают примерно те же самые цифры, плюс-минус 5 процентов, что я вам сейчас расскажу. Так что можете потом сравнить. Итак, значит, по поводу рецепта. Первое. На килограмм жира мы берем 330 грамм воды и 175 грамм щелочи. Соответственно, в качестве добавок можно использовать разного рода отдушки, какие вам благорассудится. Сразу повторюсь, что основная масса отдушек из натуральных масел, если добавлять их слишком рано, нейтрализуется. Добавлять эти самые отдушки нужно в самом-самом конце, когда мыло практически уже готово. Ну и рецепт я уже сказал. Можете записать 330 грамм воды, килограмм жира и 175 грамм щелочи. Напоминаю еще раз, что при изготовлении мыла в целях безопасности надо более опасный ингредиент вливать в менее опасный. То бишь, щелочи сначала в воду ложим. Затем в жир закладываем полученный щелочной раствор, дабы у вас не было ожогов и неприятностей. При этом используем респиратор, чтобы не обжечь легкие. Ну и там уже дальше используем всякого рода разные формочки. Вот они у меня лежат приготовленные. Для смешивания я применяю вот такой вот миксер. Итак, пункт 1. Весили 172. С помощью мерного стакана набрали 330 миллилитров холодной воды. Пункт 3. Отмерили килограмм жира. Теперь, когда у нас все ингредиенты отмерены, еще раз хочу напомнить, что на килограмм жира у нас 175 грамм щелочи и 330 грамм воды. Ну или 30-30 миллилитров воды, соответственно. При готове, в данном случае, тару из нержавейки. Можно эмалированную либо стеклянную тару, не в суть. Главное, чтобы эта тара не позволяла щелочи вступать химическую реакцию с железом. Наливаем воду. Сейчас откроем полностью окно, надеем респиратор и будем всыпать щелоч в воду. Затем, мне не очень удобно будет это делать, я замерю температуру щелочного раствора. Другим градусником, заранее приготовленным водяным, замерю температуру жира, он слегка подогретый. В том случае, если температура будет не соответствовать, поставим на плиту, подогреем и только после этого добавим непосредственно жир в щелочный раствор, таким образом, чтобы температура одного и второго была идентична. После этого, с помощью миксера, точнее, блендером смешаем эти два ингредиента до однородной массы плотности сметаны и разольем по формочкам. Ну вот, таким образом происходит процесс смешивания. Хотел уточнить, что полученный раствор щелочи обязательно не допросит права. Сейчас вот мы... Температура раствора данного, в принципе, достаточно большая. Я догнал до 70 градусов температуру жира из-за того, что температура в щелочи была именно 70 градусов и не успела остыть. И вот теперь смешиваю. Чем хороша высокая температура? Достаточно долго смесь остается пластичной. Можно хорошо перемешать с тем, чтобы мыло было равномерным. И при данном холодном способе варки его достаточно качественно потом устаканивая, свежеутевая. Было качественно. Две порции свежего мыла приготовлены, разбиты по емкостям. Судя по всему, мыло будет достаточно светового цвета. Я до этого делал мыло из смеси говяжьего и свиного жира. А вот чисто из говяжьего делаю в первый раз. Завтра мы с вами посмотрим, что же, собственно, получилось. К сожалению, в этот раз моей стандартной формочки из нержавейки с носиком, который удобно было разливать под рукой не было. Разливалось из мгновенного котелка и достаточно не очень аккуратно получилось. Но, тем не менее, завтра посмотрим. Вот такое замечательное мыло. Слоники, курочки, зайчики, мишки и тому подобное у нас получается. Еще раз напомню, что это сделано было из говяжьего жира. Очень порядочное светлое мыло получилось. Сейчас вот на дневной свет перенесу. Вот такое световое мыло. Фигурки вот такие замечательные. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. Кому что не ясно, задавайте вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хорошо! ifting в субтитры Дубровскому!